С корабля на футбольный бал. С корабля на футбольный бал. Сборная Тихоокеанцев вырвала победу в чемпионате ВВА. В главной базе Приморского общевойскового объединения Восточного военного округа в упорных спортивных сражениях завершились окружные соревнования по мини-футболу, в которых участвовали 23 команды любителей этого популярного вида спорта из воинских частей сухопутных войск, воздушно-космических сил и Тихоокеанского флота. Дополнительно в чемпионат включили сборные у Сурийского Суворовского военного училища и гражданского коллектива. Во время торжественного открытия турнира его участников напутствовал на честную и бескомпромиссную борьбу помощник командующего войсками в начальник физической подготовки округа полковник Андрей Бепко. Настраивая футболистов на позитивный лад, перед ними также выступили с концертными программами артисты Дома офицеров и военный оркестр местного гарнизона, продемонстрировали умелое владение оружием военнослужащие роты почетного караула. В течение двух дней с утра до позднего вечера на трех спортивных площадках города в небольшом зале гвардейского мотострелкового полка, спорткомплексах УСВУ и Локомотив не стихали футбольные баталии, в которых выявлялось не только мастерство, но и волевая и физическая подготовка участников. Каждая команда проводила в день не менее трех игр. Организаторы, в том числе хозяева чемпионата во главе с начфизом Приморского общевойскового объединения подполковником Виталием Трусовым, учли разный спортивный уровень команд, представляющих как отдельные воинские части, так и соединения или армии. В соответствии с этим игра проводилась по круговой системе в трех группах. Ваш корреспондент воочию наблюдал в спортзале Локомотива за соревнованием сильнейших сборных. Несомненно, в их числе и оказался прошлогодний победитель чемпионата округа команды военных моряков, основу которой составляют любители футбола и соединений Приморской флотилии разнородных сил и морской пехоты. Среди них инструктор по физической подготовке эскадренного миноносца «Быстрый» главный старшина Михаил Колобовников, кандидат в мастера спорта по футболу, воспитанник у Сурийского локомотива, а ныне начальник радиорелейной станции бригады «Черных беретов» из Владивостока прапорщик Данила Кузнецов, сигнальщик пункта рейдовой службы старшина второй статьи Руслан Велиев, перворазрядник, выпускник Зеленогорской дюжи Красноярского края, а сейчас начальник радиорелейной станции соединения морской пехоты на Камчатке и старший матрос Иван Кондеев. В сборную флота отбирали, конечно, наиболее сильных игроков, многие из которых до службы прошли школу районных, городских или краевых команд, Владивостокского луча, например, рассказывал в перерыве между очередным матчем капитан дружины Тихоокеанцев КМС поминив футболу специалист связи главный старшина Николай Ключиков. Я сам, проживая в Петропавловске, с пяти лет увлечен этим видом спорта, ныне являюсь членом сборной Камчатского края, выступающей в первой лиге зоны Дальнего Востока. Сюда приехали те, кто в 2017 году выиграл первенство первой лиги Владивостока и сейчас играет в высшей лиге по мини-футболу, отстаивая честь родного флота. А нынешний состав команды обновлен на одну треть, ее усилили мои товарищи с Камчатки матросы Виктор Тайнов и Илья Головков, старший сержант Денис Матюхин и другие. В числе же болельщиков отличные спортсмены, которые из-за ограничения численности сборной по положению чемпионата остались временно за бортом. В течение двух дней не стихали футбольные баталии, в которых выявлялось не только мастерство, но и волевая и физическая подготовка участников. Поистине с боевым настроем прибыли в уссурийские их соперники. К примеру, команда объединения ВВС и ПВО, Костяк которой составили военнослужащие авиационного бомбардировочного полка, дислоцированного у Хабаровского села Хурбо, и несколько человек из штурмового авиаполка, расположенного в Черниговском районе Приморья, обладатель Кубка края по большому футболу, успешно выступает в соревнованиях на первенство Комсомольска на Амуре. По словам ее руководителя помощника командира полка по физической подготовке капитана Андрея Бубнова, спортивных разрядов авиаторы пока не имеют, поскольку многие ранее выступали в любительских играх. Однако есть и в их рядах сильные футболисты. К примеру, техник самолета прапорщик Александр Северский и механик младший сержант Роман Польниев недавно в составе сборной округа участвовали в чемпионате вооруженных сил, где дальневосточники завоевали четвертое место. Да и если вспомнить прошлогодний чемпионат ВА, когда в отличие от нынешнего играли по олимпийской системе, то там авиаторы стали первыми в своей группе и проиграли со счетом 2 к 1 лишь в полуфинале. С надеждой на победу приехала в Уссуриск и команда общевойскового объединения из Читы во главе с командиром роты капитаном Вячеславом Тетериным, завоевавшая на окружных соревнованиях в 2018 году третье место. В ее составе тоже несколько участников чемпионата ВСРФ по большому футболу Тетерин, командир взвода капитан Константин Тесле и кандидат в мастера спорта по футболу, вратарь рядовой Сергей Сапожников. В числе лидеров команды также КМС по футболу рядовой Николай Майер, в свое время прошедший школу новосибирского клуба «Сибиряк». Точка каждая игра словно бой. Большинство команд предпочло атакующий футбол, и мы увидели стремительные прорывы на половину соперника, жесткий прессинг в обороне, растяжки в шпагат и броски вратарей. Первый гол в ворота армейской команды из Улан-Удэ с правого фланга в девятку забил Николай Ключников. И вскоре военные моряки уже вели два двоеточие ноль. Но едва допустили ошибку, армейцы тут же реализовали штрафной удар, причем мяч в ворота моряков прошел рикошетом от их же игрока. Воодушевленная успехом сборная 36-й армия сумела к концу первого тайма сравнять счет. Однако после короткого перерыва, когда тренер тихо океанцев, сержант Никита Гончаров из Камчатской бригады морпехов проработал своих подопечных, они вновь заиграли комбинационно. В итоге старший сержант Денис Матюхин и младший сержант Сергей Никитин довели счет до 4 к 2. Одержала победы команда ТОВ и в играх со сборными Приморского – 3 к 1, Читинского – 5 к 1 и Амурского – 8 к 2. Общевойсковых объединений, а с авиаторами сыграла в ничью – 0-2 и точие ноль. Это позволило ей стать чемпионом округа в своей группе, опередив сборную ВКС, которая, в свою очередь, одолела армейцев из Белогорска – 4-2 и точие ноль, Улан-Удэ – 3 к 2, и Уссурийска – 3 к 1, но проиграла соперникам из Читы – 1 к 3. На третье место вышли, нанеся в решающей встрече поражение со счетом 2 к 1 команде Читинского объединения, футболисты Бурятского объединения во главе с сержантом Альбертом Амировым. В ходе игр неоднократно отличались их нападающие КМС по офицерскому многоборью лейтенант Эрдени Гуржапов, капитан Артем Ридель, рядовой Андрей Кобиш, сержант Павел Эдди Миллер. Во второй группе чемпионское звание заслужила дружина 212 окружного учебного центра «Серебряный призер» подобных состязаний 2018 года, возглавляемая младшим сержантом Игорем Шишуковым. Второе и третье места у команды армейского корпуса с Сахалина, старший сержант Николай Гордиенко, и гвардейская бригада спецназа из Хабаровска. Чемпионом округа признана и сборная отдельного железнодорожного соединения, дислоцированного в Комсомольске-на-Амуре, капитан которой старший лейтенант Сергей Степанов забил в играх 25 голов. В призерах отдельная гвардейская инженерная и радиотехническая бригада из поселка Вятска-на-Амуре Улан-Удэ, гвардний сержант Владимир Подзоров и капитан Арслан Давлетов. Звание лучших бомбардиров чемпионатов во в каждой группе участников удостоены старший сержант Денис Матюхин, младший сержант Игорь Шишуков и старший лейтенант Сергей Степанов. В номинации «Полезный игрок» названы капитан Андрей Бубнов, прапорщик Василий Колдин, 392-й АУЦ, и гвардний сержант Владимир Подзоров. Лучшими голкиперами признаны старший матрос Иван Кондеев, младший сержант Сергей Плюхин, 212-й АУЦ, и гвардний рядовой Вячеслав Раков из инженерной бригады. Константин Лобков, красная звезда. Уссурийск.